Да, спасибо большое. Мы рады вас поприветствовать в этом замечательном зале и с большим удовольствием сообщаем, что как и в прошлом и позапрошлом году, на прошедшей выставке в Москве наш сорт завоевал очередную третью уже золотую медаль. Это говорит о его востребованности, его ценности, а культура, которая профилируется в этом предприятии, имеет высокую перспективу. Сегодня, говоря о чечевице, надо сказать, что те 7 лет селекционно-семеноводческой проработки, в результате которой появился этот сорт и был районирован по всему Северному Кавказу, стали основанием к тому, что все-таки главный лимитирующий фактор – это недостаточная информированность наших аграриев, агробиологических особенностей этого сорта, этой культуры, незнание некоторых особенностей его возделывания и те ошибки, которые допускаются в процессе выращивания. Конечно, нужно скорее от них уходить с тем, чтобы этот сорт получил максимальное распространение на территории нашего региона. Что хотелось бы прежде всего сказать? Этот сорт уникален по нескольким позициям. Прежде всего, он выдерживает пониженные температуры, вместе с тем, очень хорошо выдерживает исключительную засуху. Вы помните последние 2-3, особенно года назад, какие неблагоприятные погодные условия складывались для выращивания яровых культур? Несмотря ни на что, ниже чем 10-12 центнеров, по крайней мере, в наших семеноводческих хозяйствах, где мы плотно работаем, урожайность не опускалась. Максимальная урожайность была по 32, средняя – до 26. Это говорит о том, что при хорошей цене реализации выращивания этой культуры, этого сорта становится очень актуальным. Какие хочу остановиться на основных моментах, которые хотелось бы донести до сведений аграриев и остановиться на тех ошибках, которые были замечены нами при возделывании этой культуры? Прежде всего, многие горячие головы, так их назовем, стараются как можно раньше высеять чечевицу, и она попадает под весенние заморозки. Любая культура по биологии попала под такой стресс, останавливает свое развитие, резко сокращает урожайность, а зачастую и погибает. К счастью, чечевица выдерживает пониженные температуры, но тем не менее, мы хотим, как авторы сорта, предупредить, что до прогревания почвы 10 градусов на глубине заделки семян, это 3-4 до 5 сантиметров, торопиться с высеванием, с посевом этого сорта не стоит. Следующий момент, и он основополагающий, это исключительная выровненность поля. Многие высевают его по невыровненным полям, а из-за того, что высота растений невысока этого сорта, приходится уборку проводить на очень низком срезе, и в связи с этим возникают и технические, и технологические проблемы, и потеря урожайности, благодаря тому, что неравномерно скашивается биомасса. Самое главное, это нужно запомнить следующее, что этот сорт обладает возможностью получить максимальную урожайность при посеве по ранней похоте. Нужно поднять оборот пласта, сделать качественно, выровнять эту почву и перед посевом прикатать с тем, чтобы как можно ровнее семена легли в почву. После посева тоже целесообразно прикатать, а потом и сделать баранование посева. В этих условиях складываются благоприятные условия для качественной уборки и получения максимальной урожайности. Что касаемо вопросов норм высева. Как изреженный посев приводит к появлению массового появления сорняков, так и загущенный приводит к тому, что измельчаются растения, они могут быть склонны к полиганию. Поэтому в этой связи обязательно надо смотреть на массу тысяч семян, плодородие почвы, наличие осадков и дифференцированно подходить к посеву этой уникальной культуры. Мы в своих наблюдениях в процессе создания его определили, что оптимальная урожайность достигается при норме высева от 2,5 до 3 миллионов на гектар. Это в пределах от 70 до 100 килограммов на гектар. На какой еще хотелось момент остановиться в сегодняшней беседе с вами? Культура чечевица – медленно растущая культура. И для того, чтобы ей активнее бороться за питательное вещество, формирование необходимой густоты, очень желательным элементом является предпосевное стимулирование семян. Многие препараты были нами изучены. И вот хотел бы остановиться на одном из препаратов, который называется ЭКОБАО. Он создан нашими ставропольскими коллегами. Очень высокие прибавки урожайности были получены благодаря тому, что мы в лабораторных условиях уже сразу увидели темпы начального роста, обработанные препаратом ЭКОБАО, значительно выше. Мы где-то от 3 до 4 центнеров получали прибавку урожайности благодаря использованию этого уникального биологического препарата. Из следующих элементов возделывания хотелось бы обратить внимание на решение вопросов по уборке урожайности. Зачастую метеорологические условия складываются таким образом, что не все бобики, которые подходят к уборке, находятся в одной фазе. Поэтому зачастую специалисты, у которых большие площади, используют раздельный способ уборки, убирая прежде всего на свал, а потом через 3-4 дня обмолачивая эти волки. Мы наблюдали, особенно в семеноводческих хозяйствах, смотрели по этому вопросу, применяли диссиканты для того, чтобы семена все от нижних до верхних бобиков в процессе диссикации доходили до влажности необходимой и очень хорошо убирались при мягком режиме обмолота комбайна. Особо хочу сказать о регулировках на комбайне. Дело в том, что это очень нежные семена и при жестком режиме обмолота комбайна зачастую происходит большое дробление. Это очень плохо, когда мы производим семена, ну и в принципе даже уборку урожая, поскольку происходят большие потери. Поэтому, учитывая эту ситуацию, нужно обязательно внимательно следить на зазоры при деке и барабане комбайна, на его обороты и особенно на количество поступающего ветра при сепарации. Выдерживая мягкие режимы, получаются очень хорошие семена, получается высокая урожайность технологическая и как можно минимальное количество потерь, поскольку это тоже не совсем благоприятный момент в данной ситуации. В общем, надо сказать, что подводя итог сегодняшней беседы о этом сорте, надо сказать несколько таких вопросов поднять о том, что мы все-таки мало занимаемся изучением этой культуры, плохо знаем ее особенности, а самое главное – ценные пищевые достоинства. У нас в Зернограде сформирован уникальный комплекс не только науки, но и производства. Вы в большинстве случаев знаете, что здесь есть уникальнейший завод, который не только способен очистить, высушить, отсортировать, но и переработит этот прекрасный сорт, продукцию которого востребована во всем мире, но только почему-то не в Ростовской области, не в Зерноградском районе. И вот замглавы делился мнением о том, что у нас всего 50 гектаров. Это, естественно, очень малое количество. Честно сказать, просто непонятно, почему мы, зерноградцы, находясь на этой замечательной земле, не используем уникальные возможности этого сорта, экономические возможности, которые не раскрыты до сих пор. Я напоминаю, что, наверное, в нашем государстве не зря получают золотые медали те сорта и технологии, которые являются очень перспективными. Хотелось бы обратить, чтобы все обратили на это внимание, а нашему предприятию пожелать успехов в реализации семян, которые заготовлены в этом году. Не только элиты, но есть семена и суперэлиты. И урожай этого сорта еще больше порадовал сельхозтоваропроизводителей, а владельца этих семян очередной золотой медалью на выставке достижений народного хозяйства. Спасибо. Спасибо, Николай Григорьевич. Друзья, наверняка есть вопросы к селекционеру Бурскому. Вопрос такой. Насколько зависит эффективность технологии от применения химии? И есть ли у вас рекомендации на производство органической продукции? Значит, мы не имеем возможности, к сожалению, на базе нашего предприятия заниматься органическим земледелием, но сорт великолепно отзывается на минеральное питание в сочетании с хорошим обеспечением влаги, а также возможностью давать стабильную урожайность в любых почвенно-климатических условиях. Настолько он пластичный, это просто диву даешься, изучая его возделывание в засушливых условиях Ставропольского края, Калмыкии и других сельскохозяйственных регионов нашего северо-кавказского региона. Можно вопрос. Несение удобрения, которое вы используете, и какую норму? И защита химическая какая у вас происходит? Эпицид используется или нет? И брухус? Как там дальше? С радостью вам сообщаем, что никакого брухуса нет, не было и не бывает. Что касается вашего первого вопроса, все зависит от уровня плодородия вашей почвы. Значит, вы, каштановая тоже, между прочим, почва бывает очень плодородная, между прочим. Поэтому прежде чем задавать этот вопрос, надо провести агрохимическое обследование почвы. А вот в этом вопрос, азотное удобрение, нужно здесь, какие вы пришли? Значит, совершенно правильно. Азотное удобрение, если меньше содержание? Как всякая любая культура, в начале вегетации, она положительнейшим образом относится на азотную подкуму. Это раз. Во-вторых, учитывая, что есть клубеньковые бактерии, которые очень хорошо помогают, не надо увлекаться большими дозами внесения, но стартовая N30P40K30 будет то основополагающее условие для выращивания этого сорта в великолепных условиях. А по защите? А, значит, что касаемо самого острого вопроса использования гербицидов. Я правильно говорю? Значит, в связи с тем, что в Российской Федерации в списке разрешенных гербицидов под культуру чечевицы ни одного гербицида нет, что я вам должен отвечать? Что нет возможности официально объявить те гербициды, которые применяются иногда на этой культуре. Мы можем отдельно с вами по этому вопросу поговорить. Что касаемо фунгицидов. Из фунгицидных обработок препаратов мы использовали Прозара, Самкор и некоторые другие. Среди, когда используются инсектициды, хотя это и редкое явление, мы применяли Децис, Караген и Протеус. А вот по стимуляторам я вам говорил, значит, в случае предпоседного протравливания, если мы будем добавлять туда ЭКОБАО, значит, это будет палочка-выручалочка для начальных темпов роста и развития этого сорта. И урожайность и качество будет просто прекрасным. Еще вопрос же был по подкормкам, я так понял, Александр Сергеевич. Я ему ответил. А, все, нет, я имею в виду, вы еще хотели вопрос задать, уточняющий. Ладно, пожалуйста, Ставропольский край. Если мы на свал валяем, в какой момент валяем, и качество лучше, я пронюю на свал. Значит, прежде всего, свал, раздельный способ уборки, был, есть и будет наиболее перспективным для любой культуры, для чечевицы вдвойне. По двум причинам. Первая. Низкорослость. Мы формируем волок необходимый раз. И мы даем возможность избежать процессу осыпания. В случае длительного передерживания этого сорта на корню, вот Алексей Петрович рядышком со мной может сказать вам, что некоторая часть нижних бобов, возможно, может осыпаться. Но это редко, но бывает. Поэтому в этой связи, безусловно, раздельный способ более подходящий. Но у нас есть еще одна проблема. Не у каждого хозяйства имеется необходимая техника для проведения этого свала. Поэтому используем и обычно используем прямой способ уборки в той фазе, когда идет побурение нижней и средней части бобиков. А что касается влажности, значит, 18-22% при раздельной способе уборка получается наиболее высокий урожай и качество его. А при прямом комбинировании надо начинать с 16%. Во-первых, с прошедшими всем праздниками. Вчера был великолепный праздник в Хрещении. Вот всем здоровья, мира, добра, благополучия. Я начну свое выступление с ответа, которое задал Старопольский товарищ. Николай Георгиевич тут агитировал за раздельный способ уборки. Я под расстрелом не буду убирать раздельным способом. Потому что я считаю, да и, наверное, и вы сами думаете, многие считаете, мы, если мотовилом раз побьем, она сыпется, значит, потом подборщиком она сыпется. Это, ну, у меня практики нет раздельного способа. Я очень много смотрел, как-то получилось так, что роликов по Чечевице. Один товарищ из Казахстана рассказывал про технологии и уборку. У него 500 с лишним гектаров Чечевицы, но он получает пораженность 5-7 центров в гектарах. И он раздельным способом убирает. Может быть, поэтому у него 5-7 центров в гектарах и получается. Что касается технологий, Николай Георгиевич подробно все рассказал. Я все делаю так, как он рассказал. Значит, при прокатывании до и после, значит, посева. Вот. Но, значит, Николай Георгиевич сказал, что много не знаем, или знаем об особенностях Чечевицы. Я вот и около 10 лет занимаюсь. И каждый год, значит, какие-нибудь новые наблюдения. Начиная с... Когда я начал выращивать, я первый год посеял, здесь задавались по органическому земледелию, без ничего, без удобрений, без герпицидов, без пестицидов, без ничего. Выросла амброзия выше меня роста, выше на все моего роста, хотя я в этой амброзии получил 10 центров в гектарах. Вот. Затем, значит, набирался опыта, нашелся герпицид, который Николай Георгиевич не зарегистрированный. Герпицид называется СЕРП. Я успешно все годы его применял, никаких вопросов не было по сорнякам. В прошлом году, значит, СЕРПа здесь событиями не стало, и мне предложили мои поставщики Ранголи Брадо. Я обработал, значит, ни одного сорняка не было на поле, кроме марь белая или лебеда по-нашему. Но, значит, ни одно растение не взяло этим герпицидом. И слава Богу, что я убрал вместе с этим самым. Да, пришлось десекацию делать, и десекант не взял марь белый. Вот хотите верить, хотите нет. То ли, хотя десекант был сплошняк нашего действия. И он не взял почему-то, не знаю, может быть, какой-то подсунырный и так далее. Вот. В этом году уже я нашел СЕРП опять. СЕРП уже у меня оплачен, и все провезут СЕРП. На литособ особенностях. Значит, позаброшлом году в нашей зоне Самарской, вот Азовского района, везде осадки идут, а у нас осадков нет. Пять лет мы испытываем жесточайшую засоху. И, значит, после того, как я задисковал под посев на зимой пшеницы, на тетевицу, на семена я выращиваю, на горохе и на тетевице, значит, прошел дождь, и она взошла. Падалица взошла. Потом падалица взошла серьезная. Ну, где-то вот сантиметра 15 было. Заделка у семена не повлияла. Ну, и в моем понятии, значит, получается двойной эффект от того азота, который выделяет азотфиксирующий бактерий на жичевице. Это в моем понятии. Следующая, значит, особенность. Два года подряд, вот, М.С. Николай Григорьевич, я и вызывал его, не цветет и все. Не цветет и все. То ли это было от погодных условий, то ли мороз, может быть, продавил и так далее. Вот. И в этом году, то есть в прошлом году, значит, вот этот мороз первый был, что 7-8 градусов, он не убил. Верхние листочки чуть-чуть примерзли и все. То есть это говорит о засухе, то есть о морозоустойчивой культуре. Значит, после уборки в прошлом году с массой семян лебеды, значит, у меня появилась возможность, ангарий дополнительно построил небольшой, и очистил на СМ-4, и передал, значит, маяк, мы с маяком тесно работаем. Мне руководители сказали, да, великолепная, сегодня чистая пшеница. Что касается вредителей, у меня всегда кончает тля. С ней я пытался бороться различными инсектицидами, пока не добрался до Данадима. И даже Данадим полностью не убивает тлю. Но вы знаете, не знаю, так это или нет, на самом деле, в моем понятии, тля не наносит никакого ущерба чечевице. Я не видел, один раз я проморгал в этом самом сачке, было вот так чуть ли не на 10 сантиметров, на дне сачка. Ничего абсолютно, никакого вреда, будем говорить, не было. Что касается финансовой составляющей, я уже раньше говорил, вот я часто выступаю здесь, я считал позаврошлым году, значит, даже про урожайность 10 сантиметров с гитарой, она не хуже экономика, чем про 50 сантиметров пшеницы. А если бы цены были нормальные, как первый год, Люба Дмитриевна заплатила за эти 10 сантиметров по 40 тысяч за тонну, вот, вообще, можно было увеличивать посевы чечевицы. Меня сдерживает посев, у меня все в обороте 7 культур, вот, меня сдерживает отсутствие площадей для хранения. С элеватором, я и на элеваторе храню себя, на Самарском, вот, большие объемы, а маленькие объемы, вот еще раз, еще один ангар построил, теперь уже можно будет чуть-чуть даже расшириться. Что касается подкормки, подкормки, или хсева с удобрениями, я всегда съели с Азофоской, вот, больше никаких я удобрений, ничего не делаю. Применяла и КАБАУ, КАБАУ до этой пандемии, значит, явная 2-3 центера, здесь прибавка к урожаю. Ну, вот, наверное, и все, что я хотел сказать. Да, ну, наверное, или не наверное, в этом году уже будет у нас ГИС этот, или как ее назвать, потом был только по кукурузе, у меня кукуруза есть, вот, теперь на все культуры будет ГИС. Не знаю, как я буду управляться с этими культурами, но уже потихоньку как-то входим в это. Никому не нужное, будем говорить, дело. Я заявляю это со всей ответственностью, потому что мы отчитываемся в статистику, никуда мы ее не деваем, никуда она не денется, не в наших интересах его куда-то девать, наш урожай. И просили уже все сельхозпроизводители отменить его этот ГИС, как и пошлины. То есть она такая же картина, как и с пошлинами. Ну, никто нас не слышит и, наверное, не услышит. Будем работать так, как нам велит наша родная власть. У меня все. Спасибо за внимание. Друзья, пожалуйста, вопрос. Вы в своей практике клей не применяете? Клей применять. Клей? Зачем? Вы имеете в виду при посеве? Нет. Горка, чтобы не осыпался. Нет, не осыпался. Да нет, она не так уж осыпается. Я никогда не применял. Для меня это новость, что вы сказали. Простите. Спасибо. Еще вопросы, друзья. Пожалуйста, Семен Григорьевич. Значит, очень интересно. Я работал серпом, как вы работаете. Подскажите, у вас есть, смотрю, более удачная норма и срок растения? Норма 0,7, если не ошибаюсь. 0,7. А срок где-то сантиметров 8-10, когда есть высота растения. Максимальная урожайность достигалась при норме 0,45 в фазе 4-5 кистей. Спасибо. Еще вопросы, друзья? Не поняли, 0,45, 450 грамм? Да. Майк-тар. Спасибо. Там есть написано, сколько норм на банке. Не ошибетесь. Не ошибетесь. Приветствую всех вас в этом зале. Мы неоднократно участвуем в подобных мероприятиях. Что мне хотелось бы для вас донести? Поскольку мы агротехнологическая компания, все рекомендации, которые мы озвучиваем, которые мы выкладываем в различных средствах массовой информации, они проходят как одноразовые, так и многолетние испытания. Прежде чем что-то рекомендовать, мы испытываем это, причем стараемся на больших площадях, именно в производственных условиях и всего оборудования. Предлагаем сейчас рассмотреть некоторые аспекты вообще выращивания культур в севообороте. На что мы делаем, так сказать, упор, и что мы рекомендуем для того, чтобы сохранить и даже восстановить плодородие почвы, в чем мы, так сказать, уже сами убедились. Это минимальная обработка почвы, как говорится, строго по классику, по овсинскому. Это не глубже обработка, не глубже двух дюймов, то есть, грубо говоря, 4-5, ну, до 7 сантиметров минимально. Настоящая минимальная обработка, а не ту, которую зачастую люди подразумевают. Это обязательный фитоанализ семян для правильной подборки протравителей, анализ вегетирующих растений для того, чтобы не делать засилие фунгицидов, подбор химических средств защиты на основе этих фитоанализов и применение в баковых смесях различных стимуляторов роста и не забывать о микроудовлении. Ну, я не буду подробно останавливаться, вообще, как происходит почву образования. Это можно везде, так сказать, прочитать, посмотреть. Кто учился, может быть, об этом еще как-то помнит. Нам нужно что сделать? Ну, во-первых, не нужно мешать природе самой все это делать. Но поскольку мы используем почву как основное средство производства, то волей-неволей мы это делаем. Но если мы не можем помочь чем-то почве, то нужно хотя бы ей не мешать все это производить. Итак, что мы рекомендуем? Первое. Это категорически отказаться от выжигания стерни и пожненных остатков. В любом ее виде. Несмотря на запреты, несмотря на подупреждения, ну, что мы греха таим, дымим после уборки вовсю. Вот. С одной стороны, ну, это, так сказать, вопросы законодательства. А что с точки зрения агрономов? С одной стороны, вроде бы пожненные остатки уничтожили. Все красиво. Можно проводить любую обработку. Ничего мешать не будет. Но питание для живой пазы почвы уничтожено. Ей питаться нечем. Нарушаются различные почвенные процессы. И к тому же, донами досконально, маниакратно проводили опыты. После выжигания есть мнение, что уничтожаются болезни и так далее. Значит, через 2-3 недели фитопатогенный фон почвы и внутри почвы на пожненных остатках, ну, она имеется в виду корневой системы, не то что восстанавливается, оно еще возрабывше, чем в тех вариантах, где выжигание не проводилось. Следующий момент, опять-таки, вот по глубине обработки почвы. Мы не призываем, так сказать, к нулевым технологиям, традиционным, или еще каким-то, но в наших опытах, получается, не на многолетних опытах, получается именно так, что минимальная обработка почвы уходит на первое место. Вроде бы, да, глубоко заделали, садники, пожневные остатки, вроде бы, другое что-то, вроде бы, выглядит красиво, но есть и большие минусы. Усиливается минерализация, разрушается плодородная почва, плодородие почвы, минерализуется гумус, и также болезни при этом не уменьшается, что подтверждено, опять-таки, фитоанализом института фитопатологии. Но, все-таки, как бы мы ни старались, но с пожневными остатками нужно что-то делать. Классический пример, это то, что массово предлагается, это внесение компенсационных доз азотных удобрений, в первую очередь, аммиачной селитры, опять-таки, 10 килограмм на тонну пожневых остатков, в среднем 40 килограмм на гектар, это больше, чем 100 килограмм селитры. Сколько это стоит, вы сами знаете. Да, действительно, при внесении селитры, в случае, опять-таки, если, хорошее слово, если в почве сохранилась после уборки влага какая-то, эта селитра, безусловно, будет действовать. В сухих условиях селитра не будет действовать от слова «никак», так же, как и какие-то другие виды удобрений. Опять-таки, минус внесения селитры, это углерод растительных остатков с азотом улучшает подфетопатогенный фон почвы, это мы все прекрасно знаем, особенно в теплое время года, азотные удобрения любые будут усиливать грибные, особенно заболевания, их накопления. А это и увеличение затрат на применение фунгицидов. Кроме того, при внесении азотных удобрений на стерню мобилизуются запасы естественного азота, которые без азота теряются из-за процесса демитрификации. И, кроме того, в теплое время, в отличие, если когда мы селитру вносим весной, другие температуры, другая активность микробиоты почвы, там все проходит хорошо. Но в летнее время, когда при высоких температурах нитратный азот селитры очень сильно угнетает полезную микробиоту. Кроме того, я уже о стоимости селитры вам сказал. Что можно предложить взамен, поскольку все равно с пожарными остатками нужно работать. Есть санирующие, диструктирующие препараты. В частности, мы испытываем препараты на основе консорциума InBioFit, при которых компенсационный азот не требуется. Он многокомпонентный препарат, но основные компоненты для этого это азотобактеры, каллилитические бактерии. Одни фиксируют атмосферный азот, другие способствуют усиленному разложению в пожарных остатках и диструкции. Да, желательно проводить как можно быстрее после уборки. Кроме того, санирующий эффект достигается за счет того, что вытесняется болезнь, вернее, неправильно, не вытесняется. InBioFit способствует тому, чтобы пожарные остатки не так сильно накапливали в себя фитопатогенное начало, что, опять-таки, доказано институтом фитопатологии. А целлюлозолитики разуплотняют пожарные остатки, и уже почвообработка происходит гораздо быстрее. Из минусов можно, да, отгнижать организационные моменты, потому что в после уборочное время, скажем так, сложно найти людей, технику для проведения этой работы. Но, собственно говоря, для внесения той же селитры требуются практически такие же организационные затраты. Но цена этого мероприятия в 2-3 раза дешевле. Вот результаты многолетнего опыта в течение 8 лет по минимальной, настоящей минимальной обработке почвы и работы с пожарными остатками. За 8 лет непрерывной работе в селообороте по такой технологии гумус увеличился на 1,3%. А это очень хороший показатель. Если честно, мы сами не ожидали такого. Ну, это описание биофита. Он состоит из 7 родов 30 штаммов. Но не просто смесь, а смесь, подобранная на принципах метабиоза. Это один из разновидностей симбиоза. Когда одни бактерии поддерживают другие, одни питаются метаболитами других и устойчиво существуют. И как итог, в одном баковой смеси прекрасно уживаются и азотобактеры, и бацулис, и псевдомоносы, лактобактеры и так далее. Кроме того, препарат прошел государственную регистрацию, разрешен применение на территории Российской Федерации и СНГ. Он официально разрешен. Что, кстати, очень важно, потому как очень много подобных препаратов в регистрации даже не знают. Вот, кроме того, института фитопатологии доказан именно санирующий эффект этого препарата. И вообще, СНГ-Биофит это серия препаратов, которые различного назначения. Это инокулянты для бобовых культур, биостимуляция, это помощь для борьбы с различными заболеваниями, это разложение упражненных остатков и, прошу обратить внимание, это биоинсектицид серии инсектов. В плане борьбы с вредителями мы уже отработали его, можем смело рекомендовать, особенно против листогрызущих вредителей. Вот экономическая эффективность препаратов серии инфит. Чистый инбиофит без всяких окупаемости, вы сами видите. Сохранение урожая тоже самое. Цена, затрат, все здесь показано. Инбиофиты, то есть это санация растительных остатков, обработка семян и обработка по вегетации совместно с правильно подобранными фунгицидами. Мы ни в коем случае не призываем отказываться от фунгицидных обработков. Но фунгициды должны быть правильно подобранными. Александр, минутка. Ну, к сожалению, маловато времени мы взяли или вы нам дали. Что касается, коротко, что касается микроэлементов. Микроэлементы мы относим не к дополнению к основным элементам, мы считаем их основными, также основными элементами, которые не стоит пренебрегать. Как говорит один крупный успевающий фермер Ригалыцкого района, больше надо варить с петрушкой, чем больше, тем лучше. Больше без петрушки это не больше. Вот так же с микроэлементами нужно относиться к микроэлементам. Это процессы, которым они способствуют. что касается именно бобовых культур, здесь именно нужен бор-малибден в первую очередь мы считаем, и это подтверждено многими опытами. Бор-малибденовое микроудобрение нужно ложить не только на работать не только по вегетации, но и прежде всего добавлять при протравливании семян в обязательном порядке. в чем и на еще так сказать недопонимание может быть ребят по микроэлементам. Бывает и среднее количество микроудобрений повышенное, но к сожалению почвенная активность микроэлементов она очень маленькая. И у нас на наших щелочных почвах где ПАЖ 7 и выше бывает даже в некоторых и 8 и 8,5 вегетарины эффективность этих элементов питания крайне низкая и вносить их в почву просто бесполезно. Поэтому мы рекомендуем вносить в подкормки на лист и маленькими дозами но несколько раз. Сократите допустим рекомендованные дозы многих микроудобрений от 1 до 3 литров пусть полтора литра в среднем за вегетацию не надо вносить их одноразово вносите их разделите их на 3-4-5 раз и вносите маленькими дозами. Последняя ремарка чуть больше чем через месяц в Ростове будет большая сельхохозяйственная выставка в рамках этой выставки у нас будет большой семинар 2-го числа 2-го февраля в 10 часов зал быта там все эти аспекты будут рассмотрены 2-го марта в 10 часов зал быта пожалуйста приходите все эти вопросы будут и не только эти будут конкретно рассмотрены спасибо большое спасибо вопросы есть Михаил Александрович да в первом раз на совещании бывает это не в том что ли больше часто говорят но везде вскоре говорят один нюанс вот после порти вы обрабатываете обрабатываете все прекрасно но никто не говорит если не спросит можно ли обрабатывать днем нужно ли сразу делать обработку раз расскажу никакого секрета нет но извините не успел презентация то есть не дошло дело до этого до этого момента значит смотрите в чем подоплека очень много препаратов сейчас действительно на эту тему все зависит от состава если брать общеизвестные препараты на основе гриба триходермы который действительно боится ультрафиолетового излучения и в течение 4-6 максимум 8 часов на активном солнце там на гибели достигает порядка 50% да здесь правила игры надо выполнять нужно работать или в пасмурную погоду ночью и так далее как можно быстрее заделать хотя бы дискованием препараты серии инбиофит это чисто бактериальные препараты в них грибов составляющей нет бактерии не так сильно боятся этого ультрафиолетового излучения и других факторов поэтому вносить можно и заделка не особо обязательна кроме того наши поставщики выпускают по заказу препарат который так и называется инбиофит 2.0 ноутил для тех кто заделкой вообще не занимается кроме того для закрепления мы применяем препарат под названием ЭПА-10 который изобретался собственно говоря не как прилипатель а как проникатель и поскольку он создан на стой сахароксантана он является еще не только проникателем прилипатель но еще первичным кормом для вот этих бактерий чтобы они сохранились здравствуйте уважаемые коллеги присоединяясь поздравлению к праздникам у нас смотрите начиная с декабря месяца и почти весь анварь празднует страна но помимо того что празднует мы творчески пытаемся это все восполнить и естественно планируем на будущее поэтому ну прежде всего хотелось бы заглянуть немножко вперед и этому будем так говорить посвящена моя презентация сегодняшняя пока он будет заниматься презентацией обратите внимание перед ним хлебушки 30% мутовой муки и наш хлеб рисунок просто вот представляете в этом нуте о котором будут говорить какая веселье уж не говоря о пользе и красиво и вкусно и качественно ну и так хотелось бы поговорить об основных элементах ресурсосберегающей технологии возделывания нута ну прежде всего хотелось бы отметить что и чечевица и нут и даже соя это те культуры которые я думаю в ближайшем будущем должны занять порядка 20% площадей ну скажем всех посевных площадей всего порога почему потому что бобовые растения имеют ряд преимуществ в севообороте ну от которого скажем зависит дальнейшем экономическая эффективность всего севооборота ну в частности мы знаем что зернобобовые культуры прежде всего обладает мощной стержневой корневой системой и поэтому выполняет такую функцию как крыхление почвы отчасти перераспределяет элементы питания из нижних слоев почвы верхние и таким образом становятся эти элементы доступны для последующих культур кроме того мы знаем что зернобобовые это те культуры которые в симбиозе с клубеньковыми бактериями обеспечивают практически себя полностью азотом а также оставляет после себя часть азота ну это от 30 до 70 килограммов для последующих культур ну также мы знаем что нет общих вредителей у злаковых культур и у бобовых культур у капустных скажем и у бобовых относительно короткий период вегетации то есть позволяет использовать бобовые как предшественник для ведущей культуры для зимой пшеницы ну и следует отметить тот момент что есть вот особенность в обороте культуры необходимо то есть все зерно-бобовые нельзя размещать раньше чем через три года на четвертый ну агротехническое значение конечно неоценимое восполняем и поддерживаем плодородие почвы если мы коснемся основных элементов технологии выращивания то прежде всего правильный выбор предшественника эти сорта ну скажем приурочены к уборке позволяющей после нута выращивать зимую пшеницу что касается сроков сева ну я немножко забегу вперед и скажу что мы технологии возделывания должны обеспечить определенные требования конкретной культуры к теплу не буду перечислять все к влаге и к почвам вот все эти требования мы и должны учитывать при разработке технологии выращивания поэтому сроки сева так как нут холодостойка культура многолетний опыт свидетельствует о том что его необходимо сеять как можно раньше если мы смещаем сроки ну то есть последние годы есть скажем ну такие предположения а нужно ли сеять очень рано а может быть сеять позже так вот все наши опыты с более поздними сроками сева свидетельствуют о том что мы резко снижаем урожайность с чем это связано с тем что как холодостойкая культура нут лучше развивается формирует корневую систему и потенциал продуктивности когда скажем низкая температура находится в почве и воздухе если же мы высеваем более поздние сроки то вот этот процесс формирования корневой системы ну практически отсутствует и из-за дефицита элементов питания недобора влаги мы резко сокращаем урожай и еще следует обратить внимание на то что при смещении сроков сева у нас при поздних сроках нут зерно гораздо мельче получается это тоже довольно-таки усиленность сокращает урожай что касается густоты стояния растений ну давайте посмотрим с вами на вот такие кадры итак при широкорядном способе сева обратите внимание у нас у нута формируется ну более 250 зерен на одном растении ну то есть если мы берем изрезанный посев либо черезрядный посев значит мы можем получить максимум продуктивности ну вот широкорядный посев так выглядит по технологии наутил значит при рядовом способе сева обратите внимание у нас формирование бобов происходит как правило в верхних частях растения и естественно по количеству зерен с квадратного метра или с гектара у нас почему-то преобладает не рядовой посев а широкорядный ну и если мы с вами продолжим по элементам технологии выращивания борьба с сорно-полевой растительностью но прежде всего хотелось бы отметить что нут можно выращивать и по классике и по прямому посеву так вот как правило при прямом посеве возникают проблемы борьбы с сорно-полевой растительностью скажем так что используя мерлин флекс эти проблемы мы отчасти решаем значит мы считаем что малоэффективны вот те препараты которые по вегетирующим растениям если у вас поле не засорено злаковыми культурами то есть против злаковых бороться очень легко но если у вас яровые поздние широколистые сорняки бороться вы практически не сможете то есть в настоящее время действительно сред защиты не существует отредители болезней но сразу скажу что многие сельхозтоваропроизводители не обращают внимания на таких вредителей как нутовый минер или огневка а все знают что у нута есть следитель клопковая совка так вот если мы не будем бороться с нутовым минером мы порядка 3-3,5 центнеров нута в зерне потеряем поэтому естественно во время репления при применении минеральных удобрений а мы даем рекомендации применять комплексное удобрение содержащее практически все необходимые микроэлементы вот в это время необходимо добавить перитроиды и побороться с нутовой мухой и огневкой что касается клопковой совки здесь также мнения довольно таки расходятся но как правило обнаруживается этот вредитель когда при формирующемся бобу мы наблюдаем большую гусеницу то есть это ну третий наверное возраст и больше значит практически в этом возрасте бороться очень сложно происходит линька и если мы не применяем дорогостоящие типа каррагена препараты то уничтожить хлопковую совку не можем значит что касается способов уборки в последнее время у нас есть интересные разработки которые говорят о том что не следует ждать полностью высыхания растения а использовать химические средства защиты высушивания для высушивания и сорняков потому что сорняки при созревании очень сильно вредят есть такое понятие как маркость и маркое зерно это фуражное зерно а мы выращиваем стремимся семенное и товарное поэтому не нужно ждать созревание последнего боба а нужно проводить диссикацию в то время когда мы знаем что осадки будут отсутствовать в это время вы получите чистое зерно высокого качества как семенной так и товарной продукции ну вот собственно все что я хотел рассказать если появятся вопросы буду на них ответить но еще такая маленькая ремарка значит информация о наших работах научно-исследовательских пунктов по совершенствованию технологии выращивания может быть размещено на сайте Атрамавестра поэтому кто интересуется пожалуйста смотрите задавайте вопросы а это вот мой телефон благодарю за внимание пожалуйста вопросы Константину Югричу кого интересует НОУП пожалуйста по вашему мнению какой способ лучше села рядовой или широкорядной и ширина между рядами мы отрядового силы практически отказались нута а на наш взгляд самый оптимальный это в зависимости от того что позволяет селка от 30 до 39 сантиметров это широкорядный причем на квадратном метре к уборке должно формироваться порядка от 22 до 28 растений это на квадратном метре это на наш взгляд самый высокопродуктивный НУП будет друзья еще вопросы Константину Югричу он про НУП знает все пожалуйста в ваших опыках на ваших софтах имеет значение фракция высываемых семян данного софта то есть если разбить урожай при очистке на несколько фракций мелкая сильная крупная влияет ли это на массу тысяч в урожае спасибо вопрос очень интересный расскажу следующее ну прежде всего крупность НУП влияет вначале на энергию роста и развитие этой культуры а в дальнейшем на формирование урожая будет зависеть то еще как мы его накормим то есть если мы будем использовать интенсивную технологию и вносить некорневые подкормки по вегетирующим растениям а плюс еще при обработке семян мы используем комплексные удобрения для оптимизации наличия для питания ну таких элементов как бор медь цинк и молептен в этом случае мы разницы в урожае практически не получим но если мы будем только пользоваться фракциями и сравним конечный результат то есть урожайность конечно же там где более крупные зерна там урожай будет гораздо больше ну обратите внимание я вам скажу что фракция очень зависит от срока всего если если вы рано посеете вы мелкую фракцию не получите то есть ее будет очень мало если же вы посеете там в конце апреля в начале мая в этом случае вы чаще всего попадаете под засуху растение корневая система не до конца сформируется и вы получите щупное или мелкое зерно вот от этого больше зависит фракция я вам так скажу может у вас был другой да Тарас что-то другое хотели спросить вы не поняли друг друга да что-то неудовлетворенный я думаю что еще пообщаемся да но Константин Игоревич здесь остается и допоздна отвечает на вопросы потом пожалуйста да я могу сказать в том числе и по чечевице по клубенькам не проблема дело в том что у всех бобовых ну принцип действия резаторфина один и тот же так вот сразу скажу что в отличие от нута на полях в том числе из Ставропольского края присутствуют клубеньковые бактерии чечевичные вот мы делали исследование брали в Питере 524 штамм и 512 и у нас практически что с использованием резаторфина что без использования то есть аборигенные клубеньковые бактерии использовались у нас урожайность практически была одинаковая а по нуту эффект около тонны то есть вот такая разница очень сильно сказываются метеорологические условия особенно в первый период элитации зачастую вот условия Ростовской области когда жара превалирует не просто завтра а жара никаких клубеньковых бактерий к сожалению мы не наблюдаем если только благоприятные условия складываются великолепно работают культуре достаточно того начала который присутствует в почве и она справляется великолепно сама чем больше условия складываются благоприятнее чем условия эти складываются лучше такую маленькую ремарочку добавить хочу обратите внимание что клубеньковые бактерии формирают руются на корневой системе если корневая система хорошо сформирована развилась то клубеньковые бактерии на чечевице образуются даже если вы результаты не будете использовать если же вы посеете скажем немножко задерживаете со сроками сева а я считаю что чечевица это культура тоже раннего срока сева и если вы сместите сроки сева то корневая система не развивается а из-за этого не развивается и биологический азот то есть не формируется клубеньковые бактерии которые позволяют фиксировать азот из почвенного воздуха и таким образом даже если вы резонторпин примените но не будет корневая система развита вы клубеньковые бактерии не получите и будете за счет минерального азота получать урожай ну я так скажу немножко это где-то должно быть 3-4 недели как минимум да чтобы сформировалась корневая система у всех бобовых культур корневая система сначала развивается а потом надземная масса так вот около месяца нужно чтобы развилась корневая система и если она развивается при оптимальной влажности и довольно-таки низких температурах это что приветствуется бобовыми то мы получим отеческую азотфиксацию если же мы по теплому сеем будем так говорить в народе то мы практически азотфиксацию не получаем добрый день рад приветствовать всех выделенное время 10 минут это конечно только представиться и сказать вот он я столько коснулись мы вопросов хозяйственной деятельности давайте мы я там минут 5-7 говорю потом конкретно на что додавливать будем чуть позже ну вот во-первых мы сейчас говорим о бобовых если мы разбираем любая культура выращивается в хозяйстве хозяйство слаживается в оборот у меня в хозяйстве бобовые 15-20% по севообороту мы возвращаемся на четвертый год если смотреть внимательно на механизмы то вы видите здесь какое-то нарушение то есть это означает что земли имеют камень промойны и прочее то есть сложность клинить севооборот по технологическим качествам то есть это получается сдерживающий фактор я работал по чечевице с Николаем Григорьевичем мне это понравилась культура но дело в том что у нас у меня конкретно земли находятся на второй половине от лучших земель районов то есть соответственно у меня тяжело найти земли чтобы они были более ровные то есть это сложность ну механизаторы даже при уборке ну то жалуются то камень поймали барабан побили то есть есть сложности которые срез нужно делать как можно ниже так вот вернемся к нуту в севообороте мы работаем после озимых и самый лучший предшественник это нут для озимых то есть получается озимая нут озимая мы наработали в нашем севообороте у нас еще кукуруза и мы высеваем нут после кукурузы то есть получили тот же результат получаем тот же результат как и после озимой то есть ну получается у нас очень хорошо подсолнечник кукуруза нут озимая то есть мы как бы вот этот цикл на одном поле на котором очень удачно получается нут мы идем в этом направлении теперь теперь если мы смотрим по хорошим вопросам которому все ждут уговорить и нас выращивать нут мы создали три сорта нута это белый черный коричневый на сегодняшний день самый востребованный это белый нут крупноплодный но сложность начинается в том что эксклюзивность нута все спрашивают в первую очередь 6 плюс то есть это как бы вот по той цене что он экономически доступен в цене то есть это немножко проще его выращивать и массовость его приобретения то есть цена на сегодняшний нут я думаю всех интересно почему-то никто не озвучил это 35,50 ну то есть вот эта вилка от гарантированно 35 предлагают где-то мы мечтаем что у нас взяли за 50 то есть я имею ввиду вот в этой ситуации теперь вопрос стоит такой сельское хозяйство в целом если мы будем смотреть свое место в сельском хозяйстве то существует конкуренция в рынке в аграрном рынке и нас подпирают наши соседи ну это все естественные процессы для того чтобы выжить нужно поднять уровень своей хозяйственной деятельности и вот сейчас это не секрет что все идут по этому пути то есть один из вариантов необходимо нам уже уйти в нишевые культуры то есть на сегодняшний год мы говорим о рентабельности нут в этом году у меня дал рекордный урожай ну то есть от 12-15 это нижний предел до 25 25 я до этого не получал ни разу такого урожая то есть это сложилось может 3 в 1 4 в 1 или даже 5 в 1 то есть это мы отработали технологию и добавилось еще погодные условия то есть наложение погоды то есть на одном и том же один и тот же сорт в один и тот же срок посева один дает 15 а другой 25 мы понимаем что это больше сработало погодных в расстоянии 15 километров то есть поля находились в экономической составляющей ну интересная культура но сложная если мы говорим мы пришли работать на землю мы не пришли искать легкие пути для работы то есть вот здесь стоимость затрат вложенная мы работаем по нулевой технологии и удачно научились бороться с сорняком мы отсекаем широколистые сорняки в нуте с Константин Игоревичем он времени хватило ему раскрыть у него очень много наработок и есть слайды я думаю кто-то к нему обратится у него лучше это презентации есть подготовлены то есть мы допустим вот сказано марь белая щерица дурничник так же как и в чечерице так же и как в нуте можно найти способ как их отсекать то есть у нас вопрос такой срок посева мы сеем как можно раньше а рано не получается сеять нулевая технология отстает на неделю от классики почва прогревается чуть позже это как бы с одной стороны недостаток а с другой преимуществом мы влагу проносим на вот эту неделю дальше в сторону лета потом срок посева нута вот начнем арифметически с 15 апреля мы начинаем сеять и заканчиваем ну грубо говоря 25 мая сложность в чем что часть поля подошло и мы можем полностью его отсеять вторая половина поля не подходит то есть это сложность рельефа то есть мы бьем поля напополам и допустим верхнюю часть которая более сухая успеваем сеять нижнюю часть либо мы сеем нут во второй половине мая или в середине мая либо если не получается мы заходим туда и часть поля засеваем подсолнечником ну то есть это вот как бы мелочи нюансы но они я думаю влияют на выбор технологий потому что когда мы приходим какую культуру сеять и нюансы посева мы работали по классике потом перешли на ноль на классический ну то есть ноль у нас ну как бы хотелось выдержать все работали дисковым сошняком и самая большую сложность с дисковым сошняком мы увидели при посеве нута то есть чем выше фракция нута то есть он не ложится на дно борозды то есть после дисковой после дискового сошняка практики это понимают мы ушли от дискового сошняка к анкерному сошняку если вот ко мне приехал Константин Игорьевич и приходит и говорит Семен Григорьевич ты нут не получишь я говорю почему у тебя на поверхности он лежит то есть это было такое это мой грех это моя проблема которую я переживал как ее мы не смогли найти способ мы хотели на 10-12 сантиметров дисковый сошник загнать ранней весной земля клёкла не заходит как только мы зашли на анкерный сошник 99% ни одного семени нет схожих получаем очень хорошую то есть вот видя вот эти ситуации теперь мы также идем к экологическому земледелию и мы до этого протравливали жестким фунгицидом ядом от болезни потом мы ушли ну захотелось нам получить клубеньки и мы взяли препарат 4 в 1 то есть в том числе с фунгицидным действием то есть у нас улучшилась всхожесть может это случайность а может закономерность то есть одним словом мы всхожесть не потеряли то есть протравливаем мы до этого пытались травить того типа ТМТД жестким каким-нибудь таким теперь мы это убрали теперь у нас стоит вопрос инсектицидная обработка и фунгицидная по вегетации есть способы но есть это очень большая такой раздел я его не хочу касаться наработки есть но практического опыта пока еще у нас этого нет практики могут кто-то дополнить этот вопрос вопрос себестоимость себестоимость ну то приличная теперь мы когда разговариваем о себестоимости вопрос Константину Игоревичу был очень хороший я попытаюсь ответить но не полностью потому что чтобы рассчитать полную себестоимость нужно смотреть его все в обороте ну вот к примеру мы закладывали опыт и Константин Игоревич это в курсе мы использовали посев нута с предшествующим внесением удобрения подозимую культуру то есть закладывали три нормы удобрения и нулевое удобрение подозимую то есть без удобрений нут дал урожайность глядя на пшеницу то есть там где заложили удобрение и в пшеницу и в нут урожайность по нуту одинаковая там где в предшественнике слабая норма была удобрений в пшенице то есть нут просел на три центера теперь мы смотрим эффективность килограмма удобрений возимой пшениц и внуки при стоимости даже в 35 рублей не будем заходить и в пшенице у меня пшеницу забрали по 10 рублей в этом году ну то есть 2 рубля вывоз я имею ввиду логистику вы понимаете 10-10 с половиной я получил 9 рублей то есть бобовые на данный момент при грамотном подходе и в поиске решения вопросов это и чечевица о которой мы говорили и другие культуры их необходимо вводить и только разумный человек который скажет но я хочу этим заняться завтра я это буду выращивать я надеюсь в нашем зале люди есть которые придут и включат в оборот 10 так же как и я 15 процентов бобовых в этом вопросе то есть поэтому себестоимость это индивидуально каждый может рассмотреть и даже вопрос стоит такой вот если мы смотрим по себестоимости ну в детали я попытаюсь немножко опуститься мы берем вот у меня на 5 полях находится нут посеян 500 гектар ну условно там от 80 до 150 гектар и в зависимости от предшественника я смотрю сколько заложить удобрений и сколько у меня финансов на этого есть потом смотрим какой вид развития сорняка то есть сорняк начинает идти мы работаем по злаковым отрабатываем для того чтобы закрыть на каких-то полях поля чистые мы говорим ну глянь как все хорошо давай почвенник не делать и вот есть полный пакет джентльменский как мы назовем его можно посчитать а потом реальность сколько получается это получается у каждого свое поэтому вопрос такой он выше однозначно выше чем у других культур мы можем сказать что самые дорогие семена это у нас семена кукурузы если импортные смотреть потом семена идут подсолнечника и конечно у нас нут очень дорогой по семенам сдерживающий фактор высевнуто это большая норма которую рекомендуют семеноводы то есть теперь вопрос есть нижний предел семян но это называется для слишком кто хочет придержать то есть вот здесь можно высевать широкорядным через 30 сантиметров и 50 тысяч и получить урожай но для этого нужно пропашную селку культиватор окучники ну так же как вот технологии выращивания пропашных культур если мы высеваем полмиллиона и больше если мы посчитаем стоимость хотя бы 100 рублей на килограмм то продажа семян будет неэффективна только выращивание для собственного хозяйства поэтому вот здесь когда мы будем смотреть как сложить себестоимость высевая семена собственного высевая с нормой и все остальное поэтому мы получим то есть если кому-то кто-то интересно тот подходит и говорит я бы хотел разработать свою матрицу то есть я считаю что семена заниматься ну там это интересно мы от этого получаем удовольствие по поводу клубеньков клубеньки в этом году настолько были хорошие ну по всей вероятности что дожди вот о чем только что говорили прошли дожди и клубеньки были настолько сытые вот прямо выдергиваешь и гроздьями висели спасибо закрочиваю фразу выбор выбор инокулянта мы сделали привезли нам образцы мы заложили два вида образцов и один образец тот который более красивый дал мы заложили в прошлом году спасибо друзья есть вопросы к Семену Григорьевичу по ноту да пожалуйста а как вы уносите удобрения 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 по нулевой технологии и серии сейлка дмс два отсека удобрения пробовали на НПК и омофос практически одинаковые прибавка урожая то есть в рядок сейлка в рядок другая сейлка у нас сейлка ящик в ящике крупный нут не проскакивает то есть получается снижается норма посева то есть катушки он зависает и не высевается мы не могли понять а потом дошло что он крупный и не просыпается до дополнительной ворушилки сейлка не работает а вот пневмосейлка работает хорошо на Бурго тонкий шланг и в делителе он не проходит то есть крупный с крутым нутом это особенность надо иметь особенности техническую спасибо еще вопрос пожалуйста сколько раз инсектицидами работали инсектицид один раз срок внесения начало цветения да пожалуйста за день до всхода в нут мы ловим момент работаем глифосатная группа и берлин флекс замечали ли вы какой-то негативный эффект на шевецуазин нет делали специально замеры не увидели спасибо большое за то что раскрывать секреты в плане посева это большое значение есть еще вопросы друзья да пожалуйста я все-таки хочу понять мы обсуждаем введение севооборот и ваш подход формирования севооборот особенно для нашей северо-западной зоны да вот введение 15-20% по поводу я поддерживаю полностью вот но вопрос в чем я почему-то задал по себестоимости и я это прекрасно понимаю что по-разному можно выстроить технологию затраты там и так далее я конкретнее вот в текущем году значительно снизилась реализационная цена на основную культуру вот и Алексей Павлович говорил и мы все знаем на пшеницу да которая основные как бы всегда продуктом плюс подсолнечник для формирования экономики наших предприятий я единственное хочу услышать не называйте сумму выгодно вот все же интересуются по-богами выгоднее чем пшеница получился в прошлом году выращивание нута у нас самая выгодная культура это подсолнечник у меня нут в этом году обошел подсолнечник культура Продолжение следует...